Всем привет! С вами Алина. Мои честные обзоры на мои же покупочки и просто моя жизнь. Да, сегодня 26 сентября. 9 часов вечера, смотрите, уже пошел дождь. Мы приехали очень поздно на дачу. Я вооружилась вот таким замечательным гаджетом. Фонарик. И хочу зайти в теплицу, что уже у меня растет. Вау, дождь пошел. Вы знаете, наконец-то у нас вошли дожди. Это вот первый дождь. Я не знаю, вот сколько у нас месяцев уже не было дождей. Но я уже в теплице. Дождь усиливается, то не усиливается, вытихомиривается, как говорится. Ну, мне же так интересно. Все-таки у нас неделю не было. И я вот уже наблюдаю огурчики. Да, так поздно мы никогда не приезжали. Но огурчики есть. За неделю они выросли. Вот так темно. Ну, огурчики, конечно, выглядят не очень-то. Но он болел. Но я все-таки победила. Вот они все. Все-таки это болезнь. Сейчас покажу. Помидоры, томаты. Вот томаты. Да, я никогда еще не снимала с фонариком. Видео. Вот с одной стороны. Они все согревают. Ну, вот мы приехали. До воскресенья сегодня четверг. И в воскресенье пойдем домой. Я уже собираюсь. Ну, вот томаты, конечно, я срежу. Все уже. Хватит. Вот есть. Есть. А дождь усиливается. Я уже печку натопила. Слышите, какой дождь? Наконец-то. Может, грибы пойдут? Ну, а огуречник я, конечно, оставлю. Потому что еще очень много завязи. Но жалко, как это срывает. Хотя в прошлом воскресенье я фасоль ликвидировала. Ну, уже надоело. Все собрала и все. Вот. А эти дни я буду чем заниматься? Ну, может быть, по мере возможности я буду снимать. То есть это... Ну, это в одном видео выйдет. Я буду подготавливать уже грядки, посадки чеснока. Конечно же, лука. Ну, обрезать цветы, которые отсвели. Полить спички. Чтобы весной уже было меньше работы. Так что, кому интересно, остаемся вместе со мной. Наливаем чашечку кофе или чая. И приятно вам просмотрим. Ну, вот. Взяла зонтик. И сейчас закрою теплицу. Хотя целую неделю. Ну, как она? Даже не целую неделю. Целый месяц у меня теплица. Вот двери открыты. И вот мои томатики и огурчики уже адаптировались. И прекрасно дают урожай. Вы сами видели. Вот я вам показала. И ничего я не обманываю. Все, закрываем. Я пойду отдыхать. А у вас пройдет просто одна секунда. И встретимся завтра. Да, утро следующего дня. Дождь продолжается. Ну, наверное, целый ночь шум. Я не слышала. Мы так хорошо спали. Тепло было. Так здорово. Вообще на даче спится очень хорошо. Вот я вышла. Не хотелось вообще выходить. Еще, честно говоря. Вот. Спряталась под девичьим виноградом. Сзади меня, видите, сколько паданков. Вообще вот хозяюшки нету. И бардак. Под ногами. Яблоки. Вот весь сад. Все это надо убрать. Дождь. Мне надо собрать щавель. Надо сварить супчик. Вот он, красавчик. Вот здесь. И здесь. Даже здесь яблоки. Ну, открываю теплицу. Наверное, тепленькое им было. Все-таки. Ну, вот. Начну убирать уже, вырывать томаты. Ну, прополоть надо. Вот так. Ну, вот одно дело сделала. Собрала щавель. Как-то неприкольно. Под дождем, под зонтиком. Приступила уже к теплице. Три кустика я здесь уже убрала. Вот с трех кустиков я томатики собрала. Они созреют. Вот когда я сейчас клала вот томатики. Смотрите, у меня молодой кустик огурчиков. Я в конце июля посадила. Просто поэкспериментировать. Смотрите, уже есть огурчики. Вот три. Вот даже четвертый. В следующем году я в начале июля посажу. Все-таки поздновато я посадила. Ну, вот три томата. Смотрите, я их обрезаю. И это я все спалю в печке. Все-таки есть инфекция. Говорят, что в компостной яме они там перегнивают. Температура высокая. Бактерии умирают. Но посмотрите, пока вот этот стебель сгниет, это же надо сколько времени. А так компостную и зола будет. И вообще в этом году я очень довольна урожаем. Ну, грех жаловаться. Все-таки сегодня уже 27 сентября. И я еще кабачки не смотрела. Конечно, наверное, выросли. Вчера поздно вечером приехали. С фонариком бегали за дровами. Все надо было взять, открыть. Вот видите, смотрите, как я поступаю. Вырвем. Корневая система у томатов не очень-то большая. Обрежем. Так. Ой, как жалко все обрезать, слышите. Все-таки я растила с февраля месяц. Это как мои детки. Но я их собственными руками уничтожаю. Очень жалко. Очень просто жалко. А вы напишите. Вы уже собрали урожай? Потому что огуречник у меня. О, во всю. Обязательно напишите. Ну, вот так я все буду убирать. Потом все вам покажу. И с этой стороны надо все обрезать. И будет красота. Так, смотрите. Одну сторону я уже освободила. Вот получилось два ведра. Это надо сжечь. И столько томатиков. Ну, я считаю, нормально. Они созреют у меня дома. Сейчас я вот это все пропалю. Там уже укроп соберу. Пропалю. Потом я помою вот эту сторону со шланга. Обычной водой. Я так делаю каждый год. Насыплю. Вот я принесла. Много-много золы. Вот на эту мульчу. И накрою я черным салафаном. И до весны вот это все прогниет. Земелька будет прекрасная. Вот так. Пойду сейчас полить вот эти два ведра. Все. С теплицей я закончила. Сделала генеральную уборку, можно сказать. Вот столько томатов я собрала с теплицы. Все помыла. Все стенки. Обрезала. Вот больные листья. И смотрите, огуречник еще прекрасный. Мы сейчас сорвем. Какой огурчик надо. О, давайте молоденький. Сорвем. И еще я сорву на ужин. Мы пообедали. Вкусненький супчик получился. Из щавеля. Ой, надо вот этот сорвать. Большой. Ладно. Вот. Смотрите, как чистенько получилось. Покажу. Эту штуку положила. К нам приходит женщина и чистит снег. Ну, чтобы, не дай бог, не обвалилась теплица. Все уже подготовила. Вот осталось только огуречник снять. Ну, пускай еще раз живой. Пускай растут мои огурчики. Застелила черным целлофаном. Как я говорила, что я золу насыпала. Здесь вот уже нету мульчи. Здесь еще есть. Все это перебьет. И земелька будет хорошая. Ну, и обеззараживание тоже происходит. Дальше. Это лук я не выкопала. Надо взять с собой. На ужин тоже. Вкусняшка. А здесь я посадила лук. Вот когда выкапывала лук, у меня была такая некондиция. Видите, он пошел. Я тут его тоже опудрила золой. Он у меня останется до весны. Вот здесь у меня еще кусочек. Я посажу сивок. И тоже. И вы знаете, мы ранней-ранней весной приезжаем. И уже употребляем вот эту вкусную, смачную зеленушку. Это же так приятно. Если честно, очень-очень устала. Но считайте, что целый день я провозилась в своем замке теплица. Но это стоит все-таки свое. Это, конечно, свое. Ну, сейчас отнесу урожай домой. Закрою уже ешки в печке. Ну, и будем подготавливаться уже к ужину. А завтра, завтра будет завтра. Я подумаю, что буду делать. Ну, первое, конечно, всего надо подготовить грядки к посадке чеснока и лука. Все, встретимся завтра. Вот и утром. Все мои спят. А я во все работаю. Все хочется успеть. Ну, погода настоящая. Осень. Видимо, дождь шел. Целую ночь. Хочу успеть. Скорее всего, сегодня опять будут дожди. Все хочется успеть. Жалко так цветы обрезать. Ну, все уже. Все отцвели. Красота такая. Жалко расставаться. Сейчас вам покажу, что я успела за сегодняшнее утро сделать. А успела я прополоть утравку от одуванчиков, от всяких сорнячков. Вот такой кусочек. Вчера муж собрал яблоки. Смотрите, за ночь опять нападали. Надо листво убрать сегодня. Вот эти цветы надо тоже срезать. Все цвело. Ну, обрезала тибетскую малину. Она вот здесь растет. И первый раз вот я нарезала бархатцы и укрыла. Не знаю, в прошлом году я не накрывала ничем. Ну, просто негде надевать эти бархатцы. Вокруг кустов тоже вложила. Здесь, можно сказать, все повылезло. Ну, вот. Начала обрезать цветы. Тоже здесь. Прополола щавель. Красота. Снимает? Да-да. Снимает. Это сосед мой. И здесь. А вы во все работаете, да? Да. Вот мой сосед. С самого утра. В пружине. И приступила уже к грядкам. Ну, вот кабачки я посмотрела. Жалко выдергивать. Вон, кабачок. Не знаю, будут расти, не будут. Вон. Вот эту грядочку прополола. И вот остается это. Вот целлофаном не накрывала, когда я убирала лук, чеснок, чтобы сырнички не росли. И надо обрезать вот этот лук. Ну, это многолетний шмит или как там батун называется. Ну, тут, конечно, уже ничего не видно. И пошел, как назло, дождь. Ну, вот так, вот так мой выглядит пока огород. Вот, надо еще клубочку тоже обрезать. Все надо, все надо. Ладно, приступлю к работе. Потом покажу все окончательный вариант. Все, закончила я эту грядку. Обрезала вот этот лук. По-моему, батун или баток называется. Ну, не тщательно я, конечно, прополола. Но все равно красота. И я потихонечку укладываю на клумбу. Сейчас вам покажу. Ну, вот укладываю на эту клумбу. Здесь у меня цветы были. Я себе все посрезала. И, знаете, я все время, я и раньше смотрела какую-то передачу, что земля не должна пустовать. Все-таки в природе не бывает голой земли. Земля должна покрыта быть растительностью. Вот почему в лесу прекрасная земля. Потому что там никто ничего не убирает. Все перегнивает. И поэтому земля такая прекрасная. Вот и меня точно так же. Во-первых, перегниет. Влага останет. И в первую очередь, что весной сорняки не будут расти. А будут расти мои цветочки. Вот так. Слава Богу, что сегодня погода дает работать. Правда, то дождь, то солнце, но тепло. Все пообрезала я практически цветы, гортензию. Вот там гортензия. Цветы тоже все пообрезала. Остается мне просто... Опять, видите, яблоки. Вот они падают и падают. Муж сегодня собрал яблоки. Они с вами падают и падают. Убрать листву. Я не люблю он, когда вот так. И все практически... Практически мы готовы... Подготовили уже все к зиме. Ну, здесь тоже... Да, много-много работы. А тем более осенью мне не хочется работать. Вы напишите, вам нравится работать. Тоже вот эту... Это тоже гортензия метельчатая, по-моему. Тоже подрезала. Но она уже в спячку пошла. И бархатцами я накрыла. Потому что она у меня такой железный. Ну, она не замерзает. Прекрасно чувствует. Я ее не накрываю. Ничем. Перед фасадом дома тоже прибрала. Вот здесь у нас калитка. Ну, вот хосту надо срезать уже. Гортензию обрезала. Розочку тоже надо обрезать, наверное, наполовину. Я потом ее накрываю нетканным материалом. И вот ту гортензию всю срезала цветой. Ну, вот вроде бы пока порядок. Здесь тоже все посрезала. Вот. Вот так у нас пока выглядит участок. Ну, а до этой клумбы у меня руки не дошли. Ну, может, следующие выходные. Ну, тут, в принципе, и не очень-то много работы. Что-то чуть-чуть поковырялось сегодня. И все. Виноград девичий немножко побрезал. Он такой тяжелый. И эти плетья все время вот сюда идут. Много сегодня срезала цветов и спалила все в печке. В принципе, я довольна. Два дня работы не прошли даром. Ну, вот только что, конечно, мы устали. И муж мой устал, и я устала. Я вчера даже до поздна, где-то до часу ночи, второй этаж консервировала, как я называю. Я все убирала, весь декор, все вазочки, постельное белье. То есть мы на втором этаже уже не спим. Только на первом. Потому что первый этаж у нас все-таки, ну, это крыши у нас холодные, не утепленные. Фронтоны, да, утеплены. Но крыши, конечно, холодные, поэтому холодно. Конечно, мы будем ездить на дачу. Еще надо же посадить и лук, и чеснок, и убирать вот эти яблоки, паданки. Вот, кусты надо обрезать, деревья как-то тоже. Короче, одним словом, на даче некогда отдыхать, а все время работать, работать и работать. Ну, зато приятно. Мне же с подпалки я работаю. Это, знаете, как я называю, это мой маленький мирок. Здесь я просто хозяйка сама себе, царица. Что хочу, то и делаю. Хочу здесь, посажу цветочек, хочу здесь дерево, как говорится. Да и приятно, конечно, убирать, собирать свой урожай. Тем более, говорю, экологически чистый, потому что я химии не применяю. Ну вот, дорогие мои, вы со мной побывали в гостях. Я показала вам, чуть-чуть, конечно, показала. То, что я забывала, честно говоря, что там надо камеру включить, потому что, ну, на даче время бежит. Вообще, тем более сейчас темнеет быстро. И хочется и там, и глазами смотришь. Идешь, делаешь одно, а смотришь глазами уже другое. Вот, напишите у вас точно так же. Да и, во-первых, честно говоря, настроение такое осеннее. Я люблю весну, когда вот только-только начинает просыпаться природа, все начинает светлее, и день больше, и тепло, и понимаешь, что все впереди. Вот, обязательно поставьте пальчик вверху. Я ведь старалась. И давайте все-таки быть подобрее, люди. Не знаю, я в своей жизни еще никому не ставила антилайк. Вот у меня есть пару, наверное, подписчиков. Только выложу ролик, все, антилайк, молча. Вот, напишите, если я вас раздражаю, вам не нравится. Просто уходите с моего канала, и все. Всего лишь так просто. Вот. Ну что, извините, что видео получилось таким каким-то длинным. Я и то старалась что-то снимать, что-то не снимать. С вами была Алина. Мои честные обзоры на мои же покупочки. И просто моя жизнь. А все-таки на даче хорошо. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok